У каждого жителя Красноярского края свой взгляд на родную Сибирь. У фотографа Сергея Фанасенко взгляд вось объектив фотокамеры. Он взял гран-при фотоконкурса и представил победоносные работы на суть зрителей. Да, и теперь победоносные работы можно будет посмотреть и у нас. В городском доме офицеров стартовала выставка. Вместе с фотографом находится Юлия Кравченко сейчас на прямой линии. Расскажи, да, как много презентовал фотографий. Доброе утро, Юли. Доброе утро. Доброе утро, студия. 49 работ представлено здесь. Здесь вообще со всего, не то что края, со всей России, вообще с разных уголков. Но вот поподробнее вообще хотелось бы поговорить непосредственно с автором этих работ. Здравствуйте, Сергей, доброе утро. Но то, что вы встаете рано вместе с нами, это уже мы поняли. А вот сколько вообще у вас уходит времени на то, чтобы сделать хороший снимок? Ну вот, например, вот эти вот фотографии звёздного неба. Звёздное небо, естественно, делается ночью. По-разному совершенно нужно дождаться, пока Млечный путь выстроится, как тебе нужно подстроиться под пейзаж, потому что просто так Млечный путь особо не интересен. Он должен как-то гармонировать с окружающей природой. Ну вот давайте немножечко поговорим о вообще самой выставке. Вот так вот покажем, пройдёмся с вами. И вот вы расскажите, чему вообще она посвящена и вот что здесь представлено? Она посвящена природе России. Собственно, здесь она вся выставлена. Различные пейзажи. А вот почему вообще вот вы выбрали такой, ну, такой жанр, такой модель, я назову это так? Вот почему, например, не люди, а именно вот такие пейзажи красивые? Ну, это предпочтительный для меня жанр. А что здесь сложного тогда? Вот для того, чтобы сделать хорошую фотографию, вот посоветуйте начинающим фотографам, что сложного? Самое сложное это поймать состояние, при котором можно сделать хорошую фотографию, потому что просто так, в солнечный день, это не будет хорошей фотографии, нужно выждать момент. Обычно это 40 минут после, до и после рассвета. То есть это золотые часы вот эти, я правильно понимаю? Да, всё верно. И при этом должно быть красиво, там, закат, свет. Ну, вот, судя по всем фотографиям, у вас точно это получилось. Я смотрю и я знаю то, что вы фотограф-путешественник. Но вот хотелось бы узнать поподробнее о вот ваших фотографиях, ну, вот как раз через путешествия. Вот помните ли вы какое-нибудь путешествие, самое запоминающееся, которое вот на вас более всего произвело впечатление? Одно из последних было это восхождение на высочайшую гору Европы, гору Эльбрус на Северном Кавказе. Вот здесь вот можно увидеть, да, вот эти вот? Да, это фотографии оттуда. Особо примечательны они для меня тем, что я находился в очень сложных условиях. А в каких сложных условиях? Это большая высота, кислородное голодание. Ещё и холод наверняка. Лёгкие признаки горной болезни. На высоте это делать намного тяжелее, чем в наших равнинах. А вот вы вот сами вот высоты вот как раз не боитесь, потому что, судя по всему, вот у вас очень много таких горных фотографий. Вот хотелось бы узнать, вот не боитесь ли вы высоты или, например, диких животных, чтобы вот их сфотографировать? Высоты я не боюсь, я занимаюсь скалолазанием. И приходится быть на высоте порой. А вот как ваши навыки скалолазания, вот они помогают непосредственно для хорошего кадра? Ну, это залезть повыше помогает и подобрать наиболее удачный ракурс для данного конкретного места. Ну, Сергей, давайте вот ещё напоследок, получается, пригласим всех желающих. Скажите, до какого числа работает выставка и где можно посмотреть вашу работу? Мои работы можно посмотреть в Доме офицеров по адресу Перенсона 20 до 31 мая. До 31 мая. То есть совсем немножко у вас осталось времени. Что я ещё могу сказать? Кстати, вот после того, как вы можете просмотреть фотографии, можно оставить вот здесь вот отзыв свой. Ну, а что я напишу, вы узнаете, если сами придёте на выставку, пока я пишу. Я ещё и студии слово передаю. Спасибо. Спасибо большое, Юлия.